Съемки проходят в ТЦ. Там присутствует Ферит, Эджей Сейран. Пишут, что съемки вчера шли на кладбище, и там присутствует Ферит, Мерт. А Кыну крадет Сейран и подстроит аварию, конец 65-й серии, чтобы заманить Ферита в ловушку. Ставьте лайк, и я вас шокирую новыми спойлерами. Только мы обрадовались, что Сейфер вместе налаживают свои отношения. Ферит лечит ее раны своей заботой. Он стал лучше понимать, что она прожила и ощущать ее ценность. Он всегда хотел сделать так, чтобы она радовалась и наслаждалась, и сейчас это и стало его важной целью, заменить ее плохие воспоминания и научить, как и сказал жизни, чтобы она наслаждалась вместе с ним. Они пришли к такому красивому этапу. К сожалению, наша любимая девочка Сейран опять попала в ловушку, опять будет страдать из-за чьей-то кровной вражды. В сериале огромное количество действующих лиц, которые, можно сказать, слоняются без дела, не знаю, в чем их ценность, какого выполняют задачу, но почему-то опять вся нагрузка на Сейфер. Ведь сейчас именно Фериту нужно будет поднапрячься в поисках Сейран. Хотя бы изменился Кай и помог Фериту, долго он будет пешкой в семействе Кархана. Интересно, как было все в реальной жизни, и были ли там все эти лишние герои, неочередная ли фантазия создателей фильма. А теперь рассказываю шокирующие спойлеры. Латив – отец Акына, а его мать – жена Халиса. Шокирующие спойлеры сериала «Зимородок». Нас ждет неожиданный поворот сюжета. Появление в турецком сериале «Зимородок» матери Акына и ее короткий, но крайне жесткий разговор с находящимся в коме Акешем всерьез озадачили некоторых зрителей «Зимородка». В соцсетях появились новые спойлеры, рассказывающие историю этой женщины и не поделиться ими с вами мы просто не можем. Итак, мама Акына – это не просто посторонняя женщина, а первая жена Халиса Аги, которую они якобы похоронили. Спойлеры утверждают, что был сильнейший пожар, в котором погибло несколько женщин. Одну из них и опознали, как госпожу Кархан, только, на самом деле, она все же выжила. Из всего особняка правду знал лишь Латив. Он много лет любил госпожу и поэтому решил никому не рассказывать истину. Акеш действительно брат этой женщины. Но часть спойлеров утверждает, что якобы много лет они не общались и Халис не знал, на чьей именно сестре он женится. Пока мать Акына проходила лечение, они помирились, а заодно и Латива перепала. Акын появился на свет, но правду о своем отце он не знает, впрочем, получается, что и правая рука Халиса не в курсе, что у него есть наследник. Лично мне, эта теория кажется просто немного притянутой за уши, но в сети она набирает обороты. Основные несостыковки очевидны сразу, разница в возрасте между Арханом и Акыном, почему Латив прекратил отношения с сестрой Акеша, как сам Акеш позволил сестре выйти замуж за Кархана, и самое главное, как Халис мог похоронить жену, не удостоверившись в том, что она действительно погибла. И есть еще один момент, который этот спойлер не учитывает вообще. В больничной палате, обращаясь к Акешу, женщина говорит о том, что она еще не закончила ни с Карханами, ни с Шанлой. Но причем здесь вообще семья Казыма Аги, или дело опять в Хатуч и ее вечной любви с Халисом. Получается, что именно так. В общем, с одной стороны, спойлер выглядит нелепо, а с другой, он вполне имеет право на существование. Если предположить, что в пожаре погибла настоящая сестра Акеша, которая по приказу брата работала служанкой в особняке, а ее место заняла выжившая жена Халиса, которая заключила сделку с дядей Акына, то спойлер начинает приобретать правдоподобные очертания. Акеш, мечтавший уничтожить Халиса, послал в его дом сестру. Женщина должна была узнать всю подноготную Кархана. Произошедший пожар перемешал все карты. Она погибла, и именно ее похоронили, как жену Халиса. Настоящая же госпожа Кархан выжила и заключила сделку с Акешем. Только вот отцовство Латифа как-то не вяжется со всей этой историей. В любом случае, вся эта ситуация с запоздалой местью, весьма запутанная, и вряд ли всех ее участников ждет счастливый финал. Трудно предположить реакцию Халиса и Архана, когда они узнают, что госпожа их особняка все еще жива. Ифакат, Суна, Асуман и Латиф были показаны в фрагменте, когда Аби сказал, что кто-то из особняка может быть причастен к неприятному инциденту с головой животного. Как вы думаете, кто из них мог это сделать? Или все-таки Ак-Ин причастен к этому? Услышав звуки выстрелов, Ферит выбежит на улицу и увидит, что Сиран похитили.